Дворец 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 Посмотрите на эти фотографии Это премьер-министр Италии Сильвио Берлуской А это экс-президент СТА Джордж Мурш Младшин Еще один бывший лидер Америки Билл Флинтон А это президент Франции Николас Лакаси Принц Ухим Бывший президент Палестины Ясер Арафат Обратите внимание, все они приветствуют друг друга каким-то странным ростом Так называемая загадка Указательный палец и резине спотнятых вверх Что означает этот загадочный жест? Некоторые следователи утверждают На тайном языке масонов он означает принадлежность к элитному клубу Куда вход обычный смертным закрыт Если какие-то политики используют его Значит они являются членами этого древнего тайного общества Кроме странных фотографий и других доказательств того Что кто-то из европейских, американских или российских политических лидеров Действительно состоит в масонских ложах нет В свободном доступе невозможно найти ни видеозаписи, ни архивных документов или протоколов того Что кто-нибудь из президентов или премьеров крупнейших держав Вступал в этот тайный Но зато как оказалось Президенты стран африканского континента Отход выступают в масонское братство Нам удалось достать по-настоящему уникальную видеозаписи На ней обряд посвящения Жанна Доминика Отхода Первого помощника президента Кондо Не так давно он стал членом одной из французских клубов Мы принимаем почник уважаемого брата масона Который представляет великую масонскую лову Конго А на этих кадрах вступление в масонах самого президента Кондо Тенниса Сунге Сон В столице его государства прошла и торжественная церемония На всех присутствующих соответствующий объект Одинакового цвета костюмы, масонские фаркуты и наглубные знаки отличия Президент зачитывает клятву и проходит своеобразный круг почат А на этой видеозаписи очередной масонский обряд И среди братьев масонов сидит министр внутренних дел Код Тивуара Хамед Бакайоко А вот кадры сделаны всего несколько лет назад Это еще один обряд посвящения в масоны Ритуальные жесты, клятвы, церемониальные одеяния Среди вновь обращенных президент Габона Али Бонго Одимба Теперь и он член тайного общества Но зачем лидерам африканских государств вступать в масонские ложи? Неужели у них нет других, более важных дел? Многие уверены Членство в масонской ложе гарантирует им безоблачный политический путь А отказ от него – это отстранение от власти Посмотрите внимательно на эту видеозаписи На ней кандидаты на пост президента Франции Всего за три месяца до президентских выборов Они почему-то выступают в великой масонской области Это выступление Жанна Люка Меланшона Кандидата в президента Левого фронта А это Ева Жюри Представительницы партии «Зеленая» Это уже кандидат от демократов Франсуа Байве Из 16 потенциальных претендентов на главный пост Франции Выступить перед масонами и поделиться своими мыслями и планами Пришли шестеро И все они принадлежат к самым крупным партиям этой страны Именно эти люди имеют хоть какой-то шанс Встать в руля власти одной из самых могущественных экономик Европы Но почему эти кандидаты с лозунгами и речами Выступают не перед своими избирателями А перед членами тайной организации Почему свои предвыборные программы они озвучивают именно им? Эксперты уверены Все потому, что во многом именно от этих людей С нагрудными масонскими знаками И зависит судьба будущих притен Среди тех, кого пригласили выступить перед масонами Не было представителя одной партии Франции Национальный фронт Который имеет серьезный политический вес Не было Марин Леппен Ее просто не пригласили Значит ли это, что у этого кандидата нет никаких шансов выиграть выборы? Значит ли это, что ее заранее вычеркнули из списка потенциальных президентов Франции? Исследователи уверены Если ее не позвали, это означает только Англию Масоны единым фронтом выступят против нее Получается, что не всеобщее голосование Не урны с избирательными бюллетенами А члены тайного общества решают исход предвыборной гонки Неужели это они определяют, кто будет править народом И какого политического курса будет придерживаться страна? Эксперты уверены, что действительно так Многие судьбоносные политические решения принимаются небольшой группой лиц Которые по совместительству являются членами тайных обществ Причем больше всего таких влиятельных лиц в США Многие президенты и вице-президенты этой страны были масоны Или тайно поддерживали с ними связь Единственный, кто посмел бросить им выбор, был убит Вокруг мир безжалостного заговора Который опирается на скрытые средства для расширения сферы своего влияния На запугивание, а не на свободный выбор Эта система имеет огромные человеческие и материальные ресурсы Их деятельность тайная и скрытая Это речь Джона Кеннеди под названием «Обращение к человечеству» Ее никогда так и не показали по телевидению В своем коротком послании президент США говорил о начале борьбы с тайными обществами Которые хотят уничтожить свободный мир Возможно, на это обращение никто и никогда не обратил бы внимания Если бы не один факт Ровно через 10 дней Джона Кеннеди убили Быть может, это всего лишь очередное совпадение Но некоторые эксперты уверены Президента стреляли по приказу масонов Официально убийцей Кеннеди считается Ли Харви Освен Но многие сходятся во мнении, что это утверждение легко оспорить Слишком много нестыковок в этом деле Всего лишь через полтора часа после покушения на президента Ли Харви Освальд был арестован Причем он полностью отрицал свою вину На кадрах архивной хроники видно, как подозреваемого, который сознался в убийстве Выводят из полицейского участка после двухдневного допроса На лице большие гематомы Это значит, что его избили Но самое странное в этот самый момент Когда преступник появился под конвоем на улице, чтобы отправиться в тюрьму Его убивают Буквально в прямом эфире Мир так никогда и не узнает Был ли на самом деле виновен в смерти американского президента Ли Харви Освен Некоторые эксперты утверждают Убийство Кеннеди организовал и осуществил вот этот человек Руководитель Федерального бюро расследований Джон Эдгар Гувер В общей сложности он возглавлял ФБР рекордные 48 лет Но зачем ему убивать президента Аналитики говорят, потому что он был масоном Ни для кого не секрет, что уже в 25 лет Гувер был удостоен звания мастера Федеральной ложи номер один округа Колумбия И был членом этой ложи до самой смерти Желание Кеннеди разоблачить масонов могло обернуться для него трагедии Многие заявляют, что Америка это страна, которая создавалась масонами И многие ее отцы-основатели были членами этого тайного общества Мало того, первый президент США Джордж Вашингтон Который по совместительству был масоном Проектировал столицу нового государства так Чтобы в геометрии улиц и зданий потомки древнего общества Смогли прочитать зашифрованные послания от него Это снимок Вашингтона из космоса Даже всматриваться в карту не нужно, чтобы увидеть очертания проспектов Которые образуют пятиконечную звезду Этот символ означает у масонов мудрость Это точка Белый дом Это Капитолий Монумент Вашингтона Мемориал Джефферсона и Линкольна И еще одно звено этой геометрической загадки Здание Пентагона Если провести линию через эти точки То можно получить усеченную пирамиду Один из главных символов масонов А над ней образуется треугольник По традиции внутри него изображается око создателя Если взглянуть в центр глаза То там окажется это здание Главный храм масонов Америки А это одно из самых величественных сооружений американской столицы Мемориал Джорджа Вашингтона Величественное здание находится в пригороде под названием Александрия Это настоящий масонский храм Обычных посетителей пускают только на первые два уровня Где туристам рассказывают о том Как много полезного орден сделал для американского общества Его члены несли просвещение и наук Массы помогали бедным и боролись за равноправие Но если оказаться на четвертом этаже То можно увидеть портреты всех президентов США Которые были верны обществу А это все первые лица Соединенных Штатов Начиная с основания страны по 1945 год Среди них есть и изображение Гарри Турмана На президенте традиционный фартун каменщика и мастерок Атрибуты масонов Исследователи говорят, он запечатлен именно в момент принятия решения О ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасай 13-й присваивается только высшему руководству ордена По данным некоторых специалистов 40-й президент США Рональд Рейган Был масоном имену высшей 13-й ступени Если нарисовать вокруг пирамиды Изображенной на долларе звезду Давида Еще один ксорский знак, означающий Твойственное устройство мира То ее углы образуют слово масон Но это еще не все масонские символы на долларе Слева на купюре над пирамидой в треугольнике виден глаз Специалисты называют его по-разному Всевидящее око Око великого архитектора Вселенной Это тоже тайный масонский знак Над глазом надпись по латыни Опять 613-й бут Оно благословляет нас Имеется ввиду загадочный опыт треугольника Снизу пирамиду окамбляет лента с девизом на латыни Новый мировой порядок Что же мы получаем в итоге? Благословен новый мировой порядок Тот самый, основанный на принципах масонства Получается, хотя масоны утверждают, что не вмешиваются в политику Они все-таки хотят построить новый мировой порядок Если это действительно так, то каким они хотят видеть мир? Исследователи утверждают Члены тайного ордена мечтают стереть границы всех государств Чтобы на планете исчезли независимые претенденты и кабинеты министров А взамен создать лишь один политический орган на всей планете Мировое правительство В которое будут входить не всенародно избираемые кандидаты А владельцы самых крупных корпораций и банков А остальные, не попавшие в избранный путь Должны будут превратиться в работу Это звучало бы невероятно, если бы не факты Отдельно друг от друга они ничего не значат Но если сложить их вместе, то вырисовывается пугающая картина В 2005 году в США под предлогом иммиграционного контроля и войны с терроризмом Был принят закон о действительном удостоверении личности К маю 2008 у всех жителей страны появились вот такие карточки На которых находится штрих-код с личной информацией Эксперты уверены, это лишь переходный этап Затем в эту карту будет встроен модуль частотной идентификации По которому легко определить место наказания ее владельца в любой точке нашей планеты Зато по замыслу тайных обществ человечество должно вернуться в рабовладельческий строй Все богачи будут входить в мировое правительство А обычные люди превратятся в рабов Но не в привычном смысле этого слова Не скандалами Просто обычные люди ничего не смогут сами решать Чтобы перейти из одной корпорации в другую Нужно будет получать разрешение на смену работы Чтобы поступить в понравившийся вуз Нужно будет обзавестись специальной картой Позволяющей получать образование Правда достать ее смогут не все А только те люди, у кого будет приличное родослотное Что это значит? А значит это, что на протяжении нескольких поколений Среди ваших родственников Не должно быть ни одного человека Который высказался бы против существующего режима Иначе вас не будут даже учить писать и читать По мнению экспертов, среднего класса в таком мире не будет Общество будет делиться на хозяев и слуг Причем хозяевами смогут быть только наследные олигархи Они создадут специальный совет На котором будут решать, кому и на сколько из них самих Можно доверить ответственный пост Ни один простой человек претендовать на руководящие должности Просто не сможет В современном мире некоторым это кажется немыслимым, ненормальным Но во многом это и сегодня уже так Задумайтесь В Соединенных Штатах Америки, где процветает самая продвинутая демократия на Земле На протяжении вот уже многих лет страной правят настоящие семейные кланы Кеннеди, Буш и Клинтон Нефтью владеет на протяжении ста лет семейство Рокфеллеров А финансами веками заведуют Ордшильды Эти богатые и очень влиятельные семейства не стремятся расширить свой узкий круг И даже о браках своих детей договариваются заранее Все информационные службы, средства печати и телевидения будут находиться под контролем мирового правительства Под видом развлечений они будут зомбировать население и промывать ему мозги Это уже сегодня практикуется в США, где пропаганда превратилась в искусство Даже в век новых технологий много американцев считают, что русские круглый год ходят в шапках-мушанках И пьют водку на улицах и с горлышками Что все итальянцы работают на мафию Что Австрия и Австралия одна и та же страна Что вторую и первую мировые войны выиграли США И что ядерные бомбы на Киросиму и Нагасаки спросил то ли Советский Союз, то ли Китай Эксперты уверены, чтобы контролировать все человечество в будущем Мировое правительство присвоит каждому человеку идентификационные номера И имплантирует прямо в тело специальный электронный чип Их коды будут автоматически вноситься в базы данных всех организаций земли Библиотек, магазинов, спецслужб, банков и даже химчисто Их сотрудники смогут отследить нужного человека в любой точке мира Смогут узнать, что он ест, чем занимается и даже что говорит Но самое главное, на этих чипах будут находиться все деньги И если вдруг какой-нибудь человек станет мешать То одним движением на мониторе компьютера его чип можно будет заблокировать или даже стереть И тогда он не сможет купить даже бутылку воды Он просто перестанет существовать И следователи уверены, в таком полностью контролируемом обществе Обязательно появятся люди-изгои Которые начнут создавать банды и будут нападать на законопослушных людей Чтобы полностью уничтожить такие банды повстанцев На них обляют охоту, как на звери Любой желающий сможет получить охотничьи удостоверения И отправиться на их отстрел Чтобы никто не бунтовал, будут широко применяться психотропные вещества Изменяющие сознание Их употребление стоит обязательным Правда, сами граждане не будут знать, что принимают специальные препараты Химические составы будут незаметно добавляться в пищу и питьевую воду Повсеместно будут созданы пары, управляемые агентами мирового правительства В которых люди-рабы должны проводить свободные веще Таким образом, исключенные из элиты массы достигнут уровня и поведения дрессированных животных И по словам экспертов, даже свадьбу и рождение детей придется согласовывать с новыми властями Они будут решать, когда можно жениться и разводиться А главное, кому, когда и сколько рожать Можно было бы считать, что все это не былицы, если бы не одно Вот этот удивительный и зловещий монумер Это скрижали Джорджии Монумент, расположенный в американском штате Джорджия Он состоит из шести гранитных плит Четыре из них стоят на земле и расположены в соответствии с годовым циклом перемещения солнца по небу В центральной плите колонии сделано отверстие, через которое в любое время года можно увидеть полярную звути А солнечный луч, проникающий через отверстие на верхней плите крыши, указывает на день года на центральном камне Но самое интересное – это надписи на камне На восьми языках выгравированы десять заповедей для человечества Самое первое гласит Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов человек, пребывая в постоянном равновесии с природой Остальные заветы потомкам призывают жестче контролировать рождаемость и беречь природу Кто является собственником этого памятника, неизвестно И известно только то, что в июне 1979 года его заказал некий мужчина, который представился как Роберт Кристиан До сих пор точно неизвестно, кем он был В 2007 году ученые университета Цюрика попытались выяснить, насколько реальность создания мирового правительства Итоги исследования вызвали во всем мире настоящий шок Выяснилось, что миром правит одна гигантская суперкорпорация Именно она дергает за ниточки всей экономики мира Именно от нее зависят в жизни сотен тысяч людей Из 37 миллионов успешных компаний ученые выбрали 43 тысячи самых прибыльных и влиятельных И выстроили специальную математическую модель Она показала Одни корпорации скрытно контролируют другие В ходе отсева осталось лишь полторы сотни крупнейших суперконгломеров Причем их активы пересекаются друг с другом, фактически являясь общей собственностью А это 40% финансов всего мира Получается, что половины мира уже правит одна могущественная организация Диктуя свои корпоративные правила И управляя финансами миллиардов людей Но самое поразительное Эти компании в свои гимны, эмблемы, логотипы Зашифровывают масонские силы Так значит ли это, что гигантская суперкорпорация Связана с этим таинственным ордером? Посмотрите Это логотип компании AOL Одной из крупнейших американских медиа-корпораций Это знакомый всем значок транснационального гиганта Тетропак Adidas Astra Amacom Этот глаз тоже узнают многих Так выглядит символ крупнейших в мире телекомпаний CBS Этот список можно продолжать бесконечно Многие уверены, это является доказательством того, что богатейшие люди Планеты объединены неразрывными пунктами Тайного Братства Весь на мировое правительство уже существует То, кто входит в его состав Где оно заседает И на какие события в мире способны влиять Эксперты уверены Ответы на эти вопросы можно найти вот здесь В богемской общине США Северная Калифорния Это реликтовые леса секвуи Заповедника богемской рощи Некоторым из этих невероятных деревьев полторы тысячи лет Этот необыкновенный, почти нетронутый человеком уголок природы Частная территория Она принадлежит закрытой организации Трудно представить, но раз в год уже больше века Именно в этих местах собираются сотни паломников Одной из самых таинственных современных структур Богемского клуба Именно в этой организации состоит чуть ли не половина богатейших людей США Бывшие и нынешние руководители спецслужб Президенты, сенаторы Сюда приезжают самые известные и влиятельные люди стран Имена гостей и членов клуба хранятся в тайне Но несколько исследователей получили доступ к некоторым из них По этим небольшим фрагментам списков уже становится понятно Каким влиянием может обладать эта организация И это только самые известные есть Джордж Куш-младший Дик Чейни, экс-вице-президент Дональд Рамсфельд, министр обороны Джордж Куш-старший Билл Клинтон Экс-президент США Рональд Рейган Джимми Карпо Джеральд Форд Ричард Никсон Дуайд Эденхауэр Гарри Трумэн Также в этом списке Роберт Кеннеди Дэвид Рокфеллер Колин Пауэр Принц Филипп Арнольд Шуацанаген Фрэнкис Форд Коппола Клинт Истин Эксперты отмечают, что большинство владельцев компаний Из таких традиционных отраслей экономики Как оборонная промышленность Недвижимость, сырье Являются постоянными членами Это значит, что все эти люди решают между собой Самые разные вопросы, способные повлиять на ситуацию в мире И все эти представители современной элиты Являются одновременно и масонами А значит, Богемский клуб Это высший орган этого тайного общества Одним из самых известных решений, принятых во время заседания Богемского клуба Стал Манхэттонский протокол Секретная программа США по разработке ядерного оружия Обсуждалась именно в этом секвойном лесу Еще в сентябре 1942 года За год до того, как начались первые работы в лаборатории Международному составу ученых из Соединенных Штатов Канада, Великобритании и Германии При покровительстве тайного общества Удалось в кратчайшие сроки создать мощнейшее оружие на земле Которое впоследствии уничтожило два японских города Магемский клуб появился в 1872 году Первые члены общества отказывались от всех благ цивилизации и жили в палатах Постоянные летние сборища, подобные сегодняшним, начались в 1899 Эмблемой клуба является сова Ее изображение можно найти, например, вокруг здания Капитолия Также эту птицу можно встретить и на однодолларовой китве 15-метровая статуя совы располагается и в самом центре богемской рощи Именно перед ней проходят основные ритуалы общества По мнению экспертов, сам по себе этот символ олицетворяет культ Малоха Имя этого божества упоминается в Библии Ему поклонялись евреи, фенитийцы, аммонитяне Древние люди делали человеческие жертвоприношения своему божеству Упоминаются частые случаи ритуальных сожжений детей, причем самых знатных семей По данным некоторых экспертов, часть этих страшных обрядов перекочевала и в богемскую рощу Символические сожжения младенцев происходят и сейчас Раньше о странных ритуалах богемского клуба можно было судить лишь по нескольким фотографиям Начало 20 века На этом снимке обряд повешения человека На этом происходит своеобразное отпевание мертвого тела А эти мужчины готовятся к какому-то особому действию Они полураздеты, на них ритуальные повязки, а на лицах боевой рассказ Пролить свет на то, что происходит в богемской роще сегодня удалось лишь в 2000 году Эти уникальные кадры удалось снять скрытой камерой американскому журналисту Алексу Тноц Он тайно пробрался в состав обслуживающего персонала Это первая видеозапись ритуалом богемского луна На экране можно распознать черты огромной каменной статуй совы и людей с факел В конце обряда на алтаре зажигается чучело Все это действие сопровождается криками толпы и громкой музыкой Алекс Джонс утверждает, что стал свидетелем древнего люциферовского поклонения гидро А также говорит о странной процедуре обнуления памяти случайным свидетелям, которые могли что-то увидеть Журналистское расследование Алекса Джонса стало настоящей неожиданностью для членов клуба Посетить богемскую рощу теперь очень сложно Для того, чтобы попасть в клуб даже в качестве гостя Нужно иметь здесь очень влиятельного покровителя, который заявит вашу кандидатуру на специальном совете Соберет рекомендации и убедит своих соратников в вашей полезности, а главное безопасности для общества По данным экспертов, очередь на вступление в клуб составляет около 15 лет Но несмотря на долгое ожидание, желающих вступить в этот элитный клуб с каждым годом становится только больше 17 декабря 2010 года В Тунисе начинаются массовые демонстрации, нападения на государственные офисы Революционерам понадобился всего лишь метод, чтобы свергнуть старое правительство И добиться бегства из страны бывшего президента и его окружения 13 января 2011 года По всей Ливии проходят массовые протесты против 40-летнего правления Муаммара Каддафи Противостояние превращается в настоящую гражданскую войну Экс-глава страны пойман и убийц Итогом кровопролития стали 50 тысяч ботинцев людей Это только официальная статистика 25 января 2011 года В египетской столице вспыхивает восстание Во время массовых демонстраций и противостояний с военными Погибают сотни безоружных жителей Итог – свергнутое правительство 26 января 2011 года Сирия В ходе массовых беспорядков и протестов убиты почти 9 тысяч человек Многие эксперты утверждают, что именно в Богемской роще и был придуман план так называемой «Арабской весны» С помощью провокации западные теневые лидеры смогли поставить нужных им людей во главе североафриканских стран Чтобы они вели политику выгодную для мирового правительства В результате «Арабской весны» цена на нефть выросла до 100 долларов за баррель Это рекордные показатели 2008 года Тогда же были серьезные перебои с поставками черного золота в европейские страны А нелегальная миграция поссорила Италию и Францию Так кому нужны были революции в арабском мире? Кто от этого выиграл больше всех? У экспертов ответ один – США А вот еще одно событие, которое, по мнению исследователей, могло быть спланировано по сценарию тайного мирового правительства 22 июля 2011 года, Норвегия 15.25 по местному времени Центр столицы одной из самых благополучных и спокойных стран Европы сотрясают взрывы В правительственном квартале сдетонировала бомба мощностью 500 килограммов тротиловом эквиваленте Взрывная волна была такой силой, что выбила стекла в зданиях даже на соседних улицах Восемь человек погибли Еще 15 попали в больницу Спустя всего полтора часа после происшествия Восла На острове Утёйе, где проходил летний праздник молодежи, начинается настоящий ад Человек, одетый в форму полицейского, решил провести инструктаж по технике безопасности И собрал вокруг себя толпу подростков Когда вокруг него были уже десятки молодых людей, он начал прицельную стрельбу Ему удалось убить 69 человек На острове началась пасть Студенты бросались в воду, пытаясь спастись Но до другого берега было слишком далеко Некоторые парни и девушки просто утонули Через полтора часа настоящей резни подъехавших полицейским удалось схватить убийцу Им оказался 32-летний норвежец Андерс Спрейл Но самое странное, через несколько дней допросов выяснилось, что доморощенный террорист – масон Высокопоставленный член масонской закрытой организации имени Святого Аполлова Эксперты утверждают, что масоны завербовали его по приказу мирового правительства, чтобы он дестабилизировал ситуацию в спокойной европейской стране Но главная причина – это привлечение внимания общества к трактату Брэйвика, который он писал несколько лет подряд Называется труд «Декларация независимой Европы» Он состоит из полутора тысяч страниц, где террорист рассуждает, что Белый континент давно пора освободить от мусульманского засильника грамм Исследователи уверят, с помощью Брэйвика кто-то хотел, чтобы об этом трактате заговорили, прочитали его и стали рассуждать, что стране нужно более сильное и решительное правительство Которое имеет практически неограниченную власть А неограниченная ничем и никем власть может быть только у мирового правительства Субтитры создавал DimaTorzok